Здравствуйте, друзья, товарищи, господа, соратники, интересующиеся электромагнетизмом. Сегодня затронем такую тему, как потоки. Основное правило, которое предлагаю всем усвоить, что в жизни у нас нет взаимодействий между телами, а взаимодействуют только потоки над ними. Но в данном случае говорим о электромагнетизме, потому что в физическом мире, в нашем каждодневном, можно, как говорится, найти уловки, что, мол, все не так. Поэтому говорим о электромагнетизме, значит, говорим о том, что творится в эфире, в эфирной среде. Теперь материал довольно новый для тех, кто не слышал ничего подобного, а только то, что в школе или в других каких-то учебных заведениях. Поэтому я буду делать некоторые паузы, чтобы не сливать сразу всю информацию, чтобы немножко вы сами могли бы ее обдумывать. После каждого выражения делать буду маленькую паузу, повторять, и чтобы вы могли даже остановить видео и передумать сами под себя, что вам кажется верным, неверным. Потому что непривычность, с одной стороны, может вызывать несогласие, с другой стороны, как говорится, будете вроде бы пропускать мимо ушей, и ничего не останется. Так, едем. Потоки бывают скрученными и прямыми. Как это можно представить? Если поставили мы, например, вентилятор, который дует ветер, воздух гоняет. Вентилятор крутится, а воздух из него как бы выходит струей прямо. Ровно так же можно смотреть, когда мы сверлом сверлим стену. Сверло крутится, и тем самым оно идет прямо в стену. В общем, всегда это два взаимодействия. И ничего другого. Второе. Энергию переносят только скрученные потоки. Грубо, если мы имеем какой-то сердечник, если говорим о электромагнетизме, то то, что идет скрученным над сердечником, то и переносит нашу энергию. Если представим, что здесь сердечник трансформатора, то вокруг него идет скрученный электрический поток. И значит, мы, намотав провод, катушку сделав, можем взаимодействовать с этим потоком и снять энергию. Итак, повторяю. Энергию переносят только скрученные потоки. В сердечнике считаем, что идет прямой поток. Тот, что уже сам по себе представляет для нас ценность, якобы. Но эта ценность переносится этой поверхностным явлением скрученным. Третье. Нет, постойте. Первое, что я сказал, что потоки бывают скрученными и прямыми. Чтобы легче было представить, представляем себе, как работает, например, вентилятор. Далее. Прямой поток есть следствие скрученного потока. Иначе говоря, прямого потока как бы такого и нет. Ибо он появляется благодаря этому скрученному потоку. Это можно вихрь представить, который, скручиваясь, втягивает в себя какие-то вещи. Следующее. На отрезок скрученного потока можно посмотреть как на прямой. То есть, если мы возьмем некоторый отрезок маленький, то здесь он в этот отрезок выглядит как прямым. Точнее, можно здесь, смотрите. Тут специально нарисовал. А прямого потока без скрученного быть не может. Значит, он вызван другим скрученным потоком. Словом, одна скрученность переходит в другую скрученность. Эта другая переходит опять в другую. И тут имеется это наше выражение электромагнитный. Если, скажем, был электрический поток, он превращается, он вызывается магнитным потоком. Этот магнитный вызывается своим электрическим и так далее, и так далее. Один с другим связан, один с другого исходит. Так, отсюда следует, что, скажем, антенна у передатчика не может излучать только какую-то одну, скажем, магнитную, электрическую или электрическую составляющую. Например, мы сделали штыровую антенну, и вроде как она может излучать только электрическую. то есть статическую составляющую. А рамка, если бы был виток, или катушка, спираль какая-то, она могла бы излучать магнитный поток. Ибо тогда, и тогда казалось бы, что если антенна штырь, то и приемная антенна должна быть штыревая. Если же это виток, то значит и у приемника должен быть виток. То есть и у передатчика, и у приемника одинаковые антенны по принципу работы. Если одна излучает магнитную составляющую, то мы должны были бы готовы как бы принять именно магнитную. однако известно, что никто не смотрит, какая антенна у передатчика. Какая тебе удобно, такую ставишь и принимаешь. Что дополнительно говорит о том, что имеем именно электромагнитное излучение. То есть не может быть только магнитное, только электрическое. Они взаимосвязаны и участвуют всегда вместе. скрученный поток. Да, теперь как понимать этот скрученный поток, где он в каком, где он проявляется. Все это делается в эфире. Словом, магнитная составляющая себя проявляет благодаря эфиру в эфирной среде. Ровно так же электрическая составляющая проявляет себя в эфире и только благодаря эфиру. Не было бы эфира, мы не имели бы ни магнитных каких-то свойств не могли увидеть ни у магнита, ни у провода с током. Ничего подобного бы не было. так, едем дальше. Пункт третий. Откуда появляется скрученность? Скрученность потока. Есть следствие сопротивления эфира или иначе говоря среды. Ибо только скрученным методом можно одолеть сопротивление чего-либо. Ровно так же почему мы применяем сверло скрученным, которое может внедриться в стену. Дырка-то нам нужна прямая, а ее делаем скрученным инструментом. потому что ему по своей форме, по природе есть возможность залезть, как говорится, не то, что выкарабкать там ямку, а именно как бы внедриться. Если представить себе рыбу в воде, как она на дне моря или океана может там двигаться при таких бешеных давлениях. но она избивается. Где-то пропустила воду, где-то сама залезла. И вот такими или там змея. Те же самые принципы подойдет. Продолжение следует...